Доброго времени суток, друзья! Прошла еще одна неделя и, как обычно, она нам принесла много интересных событий. И кстати, в этом выпуске мы снова радуем вас приятными призами от наших спонсоров. Подробности в конце этого ролика. Поехали! А тем временем город готовится к новогодним праздникам. Приближаются новогодние каникулы, многие будут отдыхать. Как информирует МЧС, в городе фейерверки под запретом. Новогодние фейерверки в новогоднюю ночь можно будет запускать только на гордолыжке. Да кто пойдет в такую даль? Вы себе это представляете? Я представляю. Это все будет выглядеть примерно вот так. Последние 10 лет я не покупаю фейерверки, так же, как и многие. Друзья, ну все же знают, лучше выйти на балкон и посмотреть, как запускают красочные фейерверки другие. На халяву юксы сладкие. Но так как в этом году нас всех отправляют на гордолыжку, не исключено, что в дворах города, скорее всего, мы увидим, точнее услышим, следующую картину. Да ладно, у нас до такого не дает. Тем более, что Калуга в этом году новогодняя столица России. Праздника, кстати, может и не быть. Горожане на этой неделе подписывают петицию за то, чтобы праздник состоялся и его не отменили. Я требую продолжения банкета. Есть те, кто и против и не хотят ничего подписывать. Ничего не подпишу. Ребята, но это личное дело каждого. Ты все подпишешь мне. Пидар. Борис Михайлович, ну что вы в самом деле? Некоторые горожане принимают все меры безопасности, чтобы защитить себя и своих пассажиров. А береженого, брат, Бог бережет. И береженого ково из бережет. Вы лучше посмотрите, какой красивый у нас сейчас город. Особенно ночью. Сколько новогодней атрибутики установили Деда Мороза. А как преобразилась улица Липунского. В городе везде стоят елки. Вот это Обнинская красавица. А это елочка из Малорослав. Когда последнее фото пришло на Обнинскнейм, мы не сразу заметили подвох. Что? Да-да, он есть. Что делает этот мужчина в центре Малорославца? Зацакаляется? Идиот. Или сдается мне, что это фото жаба? Я чувствую. Я всегда чувствую. Кстати, по дороге из Обнинска в Малорославце, если ехать через Калантай, установили современные светофоры. Ребята, а как же Обнинск? А как же я? Установите и нам тогда парочку таких светофоров в городе. Что вам стоит? Денег, как известно, нет. Ну ладно уж, почему нет-то? Я-то знаю. Ну тогда понятно, понятно. Ну ладно, это уж не первая необходимость. Пу на вас. Пу на вас еще раз. Много есть и других очень острых вопросов в городе, на которые стоит обратить внимание. Будьте добры помедленнее. Я записываю. Чего стоят обнинские маршрутчики? Каждый выпуск о них. За справедливость. Они игнорируют пробивание чека на аудиторе. Хамят. Ребят пассажирам. Че ты сказал, говно? Рано. Последний случай на Аксенова женщину пытались выгнать из маршрутки. Мол, мы карты не принимаем, только нал и без чека. Это бы смутительно! Сколько мы будем это терпеть? Столько, сколько нужно. Ну да, судя по всему, так и будем терпеть. Да и вообще по барабану, что в такую погоду они разводят пассажиров на летней резине. Посмотрите сами. Ау! Ну а дальше вы знаете. Это вообще-то не ваше дело. Что вы себе вообще позволяете? Надеемся и верим, что будут приняты меры все-таки. Но несмотря на это, не все так плохо в нашем городе. Помните, не так давно мы рассказывали вам о обнинских Бонни и Клайд, которые ворвали решетки у подъездов? Ну так вот, всего пропало 19 изделий. Общая сумма ущерба, причиненная в управляющей компании, составила около 90 тысяч рублей. Преступная парочка найдена, ими оказались местные жители 85-го года рождения. Эх, люди ничего не боятся, кража на кража. Чего стоит тот случай, когда практически у окон нашей доблестной и честной полиции украли кабель. В результате чего в нашей обнинской поликлинике просто вырубило телефоны. Все остались без связи, и это в такой столь непростой период. Вы что делаете, блядь? Никакой стабильности, зато в очередях в регистратуре стабильность есть всегда. Ну, заразу. А тем временем в Обнинске на этой неделе приезжал сам Оливер Стоун. Ты что, серьезно? Знаменитый голливудский режиссер, трижды обладатель премии «Оскар» брал интервью у главы «Росатома» Алексея Лихачева. По одной из версий, режиссер снимает фильм. Это неудивительно, ведь Обнинск – первый наукоград России. Но это большой секрет. Только никому! Да я могила, ты чудо! Никому! А все подробности мы узнаем вместе с вами, когда лента выйдет на широкие экраны. Но, наконец-то, дождались после долгого ремонта зал пиццерии «Додо Пицца» открыт с обновленной детской ком. Пицца! Приходите в гости и убедитесь сами. И, кстати, пиццерия «Додо» совершенно бесплатно подарит горячую, вкусную, большую пиццу. Счастливчику, который просто поставит лайк, под этим постом ВКонтакте. И все! А в понедельник, как и обычно, рандомно, мы определим случайного победителя. Желаем удачи! Да-да! На этом у меня все, друзья. Спасибо за ваше внимание. Всем хороших выходных! С вами был Дмитрий Бабочкин. Не болейте! Субтитры создавал DimaTorzok